Привет, братва! Тяжелые времена, выживаем. Фема такая пошла в город, не выбираемся сидеть на заднем дворе. Тут вообще все, братва, такие дела. Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на новой серии. Сегодня у нас, так скажем, промежуточная серия. Прошлая наша история лесная показала то, что все наши грузовички, которые участвовали в спасательной операции, уже и не грузовички. То есть там лесоруб у нас с рулевым управлением беда. Шушига у нас не заводится. Да, Шушига может заглох. А, ну давай, давай вперед проедем тогда. Бугли беги, метров двадцать. Серия с обслуживанием грузовиков. Выйдем обязательно, прокатимся, проверимся, разомнемся. Такие дела, присаживайтесь, мы начинаем. Звезда того выезда, машина, которая не заводилась, то есть она утром завелась один раз. Красиво сделала свою работу, у нее была всего одна попытка, и уехала в закат. Шушига, она все еще по-прежнему может. Даже без стекла, которое надо вставить, по мелочи нарегулировать. Но вот основная мелочь, с которой почему-то в лесу так некомфортно, вот так. Поэтому мы сейчас в онлайф грузовичком, наверное, ее немножко заведем и попробуем загнать в ангар. Шушига с пол-оборота завелась. Вода льется с ней еще. Задиматься надо техникой, Димон. Ну, да, да. Люди спрашивают, покупали же новую шушигу. Да нам продают, по-прежнему. Мы покупали, только продали нам не очень ее новую. Это она была замазюкой, она замалевала. Ну, и не очень старую. Ну, такая, да. Шушигу средней свежести, которую... Ну, мы переплатили. Переплатили, да? Раз в два. Шушига, шушига, да? Ну, вот шушига после лэпки постояла. Подходишь, лесоруб на нормальном двигателе. Брррррр. Вот. Короче, он не вынится. По-фону, нет. Блин, охрененно. Топ. Надо кардан откручивать. По-быстрому не получилось. Вообще не получилось. Ну, тогда я сейчас полезу кардан откручивать. А все, кардан... О! Такое безобидное СТО. Да. Шушиге уже превращается. Вобидное. Вобидное ТО. Ну, что? Сейчас препарация предстоит. Ну, он тут разобрал. Просто... Ах! Тут столько земли. Конечно, он не будет работать. Вон, здесь все забито вообще. Ну, да. Вот, основная проблема, втягивающая. Все абсолютно сгонило. Контакта здесь никакого быть не могло. Сейчас все это надо дело как-то вычищать. Так, ну, как мог я почистил. Вроде все заблестело. Здесь тоже все очистил. Сейчас все это дело соберу. Будем проверять. Проверка сетей на повышенное давление. Да. Что? Починили. Так. Ну, че там кого? Суй. Че там не суло. А должен. Ну, вон. Это человек поменял стартер. Просто есть уделанный. Сверху донесу. Если там аккумулятор у нас сейчас не течь, то мы должны... Четко. У нас там стекол хватит от его взвода. Как раз тренировался мне. А, да. О, аптечка. Аптечка это так и не переданная. В Марс-Марс. А, это именно. Обе? Там дверь. Вот вторая. Я этот, когда перегружал эту штуку около частной гостиницы, там приехал Павел, наш подписчик с Москвой, на УАЗике, на Буханке. Это было пару месяцев назад. И напряглись конкретно постояльцы. Хозяйка гостиницы вышла и люди попросили открыть, что мы там... Не, ну ящик стрёмный. Стрёмный, да. И мы, так знаешь, один фургон поехал, другой. И они пока стекла не увидели, не успокоились. Два сразу, одно сломаем. Ну, че? Пакинка. Да, это вот такое. Все просхоронили. Ну, вот это, да, внутренняя часть суть. Так. Губа, кожа должна залезать. Ну, нормально. Выливать дверь. Стихом. Короче, оказалось, что у Шишигиного стекла есть верх-низ. Оно не прямоугольное, оно прицепевидное. А может быть, просто мы прицепевидно первый раз поставили стекло, а на самом деле оно прямоугольное. Но мы считаем, что все дело в его форме. За второй попытки, когда мы перевернули, получается лучше. Так, водительское стекло на месте. Раз уж мы освоили максимально навык, да, быстро и четко ставить стекла на тушиге, сейчас следом пойдет второе. Блин, что за стекло дурацкое? Вроде и не триплексы, хрен пойми что, осколками? В этой машине вообще ездить нельзя, блин. Нельзя, конечно. Абсолютно. Она абсолютно небезопасна. Тихо-тихо-тихо, надо все уже, наверное, руками, потому что она сейчас упадет и... Осколки даже в глаза полетели. Мне как-то бывает идея ездить на шишики шповой. С такими стеклами все. О, смотрите. Просто оружие массовое уничтожение. Как можно на такой машине вывать, ездить? Все подготовили, соответственно, руки в ноги, ты. Да, да я внутрь сейчас залезу. Оп. О, эта резинка намного лучше. Такая такая есть. Все встало намного лучше. Так, вот так, да. Сейчас все станет. А, вот, тут даже откручивать ничего не надо. Сейчас увидим. Откручивается вот это. Что у нас? Ну, как поверни. А что у нас с двумя контактами? Интересно, у них масса, видимо. Новые технологии внедряются в советскую технику. Современные, да. Более-менее. Аж четыре лампчика. Все, красота. Нальет. 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 Маленькое то, можно сказать, что закончено. По крайней мере, окна у нас на месте. Фара на месте. Машина заводится. Надо ее хорошенько помыть и потом сразу же утопить. Вот. Ну, а пока мы переходим к лесорубу. Лесоруб – это машина, которая должна была приехать, все разрулить по диагонали, все переехать, в том числе наш в онлайф грузовичок и красиво уехать. Но что-то пошло не так. Бля, болты обломало, реально. О, да. Вот это здесь починить прям будет офигенно вообще. Тем временем до нас сюда подходил Дмитрий Викторович. Посматривал на вот это вот все великолепие и сказал, что ребята, мне вас жалко. Потому что здесь можно очень долго и упорно высверливать эти шпильки, пытаться в них как-то вкрутиться и их вывернуть специальными вывертками. Но это все не точно. И очень все это долго и муторно. Поэтому единственный правильный выход в этой ситуации – это агрегатная замена. Едем недалеко и едем по линиям меньшего сопротивления. Поехали. Раз, два, три. Агрегатную замену заказывали? Отлично. Тогда мы приехали по адресу. Главное, чтобы АБС случайно. АБС, да. У нас теперь АБС будет одна. Да, у нас машина станет совсем импортной и доработана. Пункт первый был там, тогда мы ремешком все это дело страпонили. Сейчас мы выстрапониваем из машины. Не понял, что за бред? АБС. Да ладно врать-то. Ну как, вот АБС. Но не бывает на ГАШ. АБС. 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 Не мы первые делаем. Да и сто процентов не мы первые, потому что посажено вон на герметик вот куски. Прямо видно. Так, все открутили, надо краштейн вот эти. А, ну вообще нормально еще. Так, перевешивать. 70 килограмм, мы сказали, есть одна эта. Мне кажется, даже побольше. Может и больше. Оказалось, вроде маленькая такая. Вот это получилось. Перекашь, ну конечно. Да, да, да. Масло. Мы всегда про него забываем. Убирай. Да быстрее ты работай, что все. Вон. Все, хватит. Да быстрее ты качай, разу. Да быстрее ты качай, разу. Ну давай ехать надо. Мы далеко конечно подняли. Уходи, я к рукам не попадаю. Давай. Так. Еще, еще мелкая работа. Она работает? Так, ну допустим. Может быть. Ну все, шпилька до свидос. Ну да. Хорошо. Вот эти водилы, которые вот в советское время работали на такой технике, им памятник надо ставить. Ну да, тут такие места. Объем. Можно здоровье оставить. А ты прокатки там положил, которые там были? Да. Все положил, братишка. Сейчас что, у нас задача снять короче рычаг этот. И поменять вот здесь ремкомплект. Ну даже смазка какая-то была. Так. Ну все. С этим мы вроде как покончили. Лесоруб на ходу. Раз уж мы тут оказались, надо наверное трошечку замутить. Тем более владелец лесоруба Сергей просил нас об этом подготовить его к зиме. Тачка хоть и напоминает советский грузовик. На самом деле мотор здесь американский, который требует качественное масло и антифриз. Так. На масло мы меняли недавно, а вот антифриз лучше заменить. Без всяких раздумий мы выбрали мультфриз от Синтек. Ну старый антифриз мы слили. Сейчас будем заливать новый. Так. Капот у нас тут специальной конструкции. Не как на нашем зеле. Оп. Оп. Мультфриз защитит систему от замерзания при температурах до минус сорока, что в наших климатических условиях весьма актуально. Ну а летом спасет от перегрева при высоких нагрузках и температурах до 125 градусов. Мне пожалуйста следующую баночку. Мультфриз это качественный и безопасный антифриз, который противостоит образованию коррозии и отложений. Еще прикольная фишка, что мультфриз подходит к любому двигателю автомобиля. Его можно использовать для доливки, когда не знаешь, что было залито ранее. Он безопасно смешивается с другими качественными антифризами. Не зря же его называют универсальным. Очень удобная штука на самом деле и долговечная. Служит более 5 лет и 250 тысяч километров. Заказать такой же мультфриз можно прямиком из-за зоны. Не забывайте использовать наш личный промокод КРЮ, который даст скидку 15%. Все ссылочки мы оставим в описании под этим видео. Покупайте только качественный антифриз. Все, ремонт окончен. Достало время тест-драйва. О, руль работает. Я считаю, что надо проверить эти машины в деле. Еще один разок точно. Машины исправны, а это не дело. Они же целые 5 минут исправны. Да-да, надо сейчас с этим делать. Друзья, по виду за моей спиной вы уже догадались, что это не конец серии. Пользуюсь тем редким моментом, когда техника на ходу. Техника эта у нас стоит где-то на второй ступени. После дела по проходимости и под стать этой технике мы сегодня будем искать проезд по лесу. Объясню зачем. Дело в том, что единственный въезд в лес сейчас для нас закрыт. То есть вот такая техника, которая... Ну, лесоруб может у нас выезжать на дороге, шишига на арчник, допустим, не может. И другие трактора и так далее и тому подобное, они не могут въезжать в лес. Контент в опасности. Поэтому у нас сегодня разведывательная миссия, в том числе, какой-то относительно лайтовый, под стать такой технике проезд через болото с дальнейшим заездом в лес, мы хотели бы найти. При этом сохранить технику в рабочем состоянии, вернуться, ну и соответственно, дальше радовать вас контентом по вот этому маршруту. Вот такая вот история. Едем в шишига, едет лесоруб. Все строили хорошо, не как в прошлый раз. Проверяем. Нам бы на болото выехать в принципе сегодня. Да, и вот туда едет. Ничего себе она едет. Только недолго, сейчас, наверное, переставлю. Никопай, никопай, никопай. Продолжение следует. А что ты хотел? Хотел проехать. Нет, придется лебедить, наверное. Вот вы теперь понимаете, насколько ЗИЛ проходимый. То есть он здесь едет, он это вообще не замечает. Для него это, ну, ничего просто. Продолжение следует... Да, это будет боль и страдание. Это не силы. Я бы даже сказал, что это не болотное ДТ, которое тут едет спокойно. Да, болотное ДТ тут легко. Вещи легко едет. А вот сейчас туда стрянем. Слушай, тут-то не наговаривай. Ну да, пока едет на удивление. Ух ты! В редуктор уперлась. А чуть ходом, наверное. Да, вон там пень по центру. Ни хрена себе! Ни хрена себе! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По ощущениям проваливается меньше, чем Шишига... И, кстати, проехал место, где сидела Шишига... Мне кажется, у него просвета тупо больше... Вот смотрите, едет... Уже не едет... Не, еще пытается... Да, движется... Не пробить ему... Как газ отпустил, сразу ехать пытается... Да нет, она уже здесь не поедет... Ты передачу включил? Тебе надо ограничивать... А куда он тогда переключился? Надо, наверное, потащиться... Да, да... Вот этот поток... Накинул на вентилятор... Жесть какая вообще... Пришлось все-таки лебедить... Без вариантов... Тут уже Шишига все разместила... Поэтому и кажется... Сейчас мы въезд минуем... Там уже будем выбирать маршрут... Здесь просто не особо поубирается... Ну... ... Тут, мне кажется, объехать будет не легче, чем по прямой Прям жестко Вот туда дальше мы еще не ездим Вот тут болото пошло люто Давай потихоньку вон туда Короче, здесь везде такое полуболото заросшее Ну, в принципе, едется так Какие-то места красивые Да, тут прям красиво тут А что мы раньше, где мы были? Не знаю Обзор местности на квадрокоптере оказался неутешительным для нас То есть, возможно, тот маршрут, по которому мы ездили все это время Был, наверное, самым лайтовым и оптимальным Сейчас нам надо как-то перебираться Вот это вот что такое? Это горечка Но она не большая Ну и не маленькая Ну тут вот где-то можно переехать Где-то есть Тут уже не очень Слушай, ну тут жестко Оно, может быть, сверху кажется не очень Но оно, волочь, нифига, оно вообще твердое здесь Смотри, вот Тут какой-то этот Глина Или что это? Да, кстати Вообще бетон Я уже чувствую себя в этом Декорация к фильму «Хищник» Вопрос Да, да Так, и Когда начнется самое главное Или этот, когда они убегали-то От динозавров И по такой траве Ага Мы даже на какую-то тропу звериную вышли Вот смотри Да Звери-то не дураки А это не дураки Они звери Звери не дураки, они звери Это прям фон цитат Звери-то не дураки Звери-то не дураки Не дураки Что говоришь? Из-за солнца вообще ничего не вижу Никую еду Наверное чуть правее, да? Ого, какой кадр классный Нормальный Тут уже даже тут уже можно Блин, зря я фотик не взял В кадрах охренее Ага Свет так клёво лежит Послание в бутылке Шарики А там внутри что есть? Воздух Воздух Тут уже твердо Тут твердо Тут твердо Тут именно Здесь утверды Тут уже Воздух Вот о это плотина что ли вы кто такие я вас не звал идите в хутор я сломал вы все прицепили шишигу игорь стой повалишь сейчас давай колесами помогает вот это вот по моим скромным предчувствиям исходя из моего скромного опыта вот это вот такая некая точка вот запомнить запомните вот димон сказал да что нормально я говорю скриньте не мы едем дальше не вопрос как бы я готов просто запомнить эти слова ну из этого леса же не первую эвакуацию проводить домашний лес домашнее болото поэтому все свои гейдер бобры здоровы а это ты опять проходить недооцениваем шишигу по моему я погорячился вот там дай мне надо вот тут походим посмотрим тут нас одна гейдер бьет и марка а 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 Вот это крены. Это еще не крены. Сейчас мы крены. О, жесть какая. Ну что же, мясо. Поехать просто. Ну что там, сколько было лебедок. На въезде лебедка. И сейчас по неаккуратности еще одна лебедка. Иди посмотри, что ты наделал. Только по щеним. Машиной? Ну конечно, но не стой-то. Мы тут только приедели. Уже опять нет. Ты так сказал, кому-то пол бочины нет. Фонаря нет. Ты понимаешь, когда вот... Чего стоят дороги? Люди жизни оставляют. Когда вот цивилизация появляется, дороги появляются. А мы фонарь оставим. Так, ну что, очередь за лесорубом. За шишигой с импортным сердцем и коробкой автомата. Для тех, кто не в курсе, потихонечку. Пау, идем. Маршрут сегодня очень скучный, интересный. Элемент исследования, элемент реала, элемент болота, элемент безумства. Все элементы присутствуют. А почему шишига поехала вперед, а лесоруб за ней? Шишига наша, и шишига несколько как бы дешевле стоят. Вот и все. Да даже если бы там вот это была тоже шишига, но не наша, она бы шла второй по-любому. Вы же сами понимаете. Случись чего, на бездорожье случись чего бывает часто. Соответственно, на ком косяк и ответственность на нас. Поэтому лесоруб в более лайновом режиме идет. Ну как быть, логично. Ну да, его еще продавать. Сколько проходимости в димонах? 0,7. 0,7 димона. Так. Надо стараться с первого раза везде списываться, потому что сейчас на второй попытке уже нет. лесоруб конечно полегче все это делает помягче более прогнозируемо после шишики как по бродвею да 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 ну и шишиковская аморальная проходимость конечно расслабляет все места аморальные да моральные аморальные в общем у шишики аморальная проходимость присутствует на лесорубе но видимо мы пока еще не столько зарабатываем поэтому на лесорубе этой проходимости нет но зато он восполняет размером колес а 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 разошелся все вот так это делается извинили бацаны у меня не было возможности останавливаться вам рассказывать, как я кручу руль, еще что-то делаю. Все, я притомился. Вот это шиши, вот это арочные колеса. Вот где-то они все-таки могут. Чуть-чуть бы побольше мотора. Где-то не хватало, вторая его не вытягивала. Вот у нас тут сидел трактор. Вот это его следы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, здесь гиблое место. Приехал. Да нет, без полезня. Здесь просто гиблое место. Не рой, ты очень глубоко погружаешься. Ну давай, министер. Думал, шиши-то и тут проскочет, но вам что-то не случилось. Ну, пацан к успеху шел. Не получилось, не фортануло. Давай! Хорошо, хорошо, справляемся. Не плохо, а место было это самое-то делаю. До темноты. Очень интересно, что сейчас даст мотор хороший. Все, лесорук начинает свой путь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Охренеть, вообще. Блин, ни хрена не в говно летит. И даже за ней не встать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это жесть лютая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько раз звучало на нашем канале слово сочетание V8 и автомат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, вы все видели. V8 и автомат. На двоечку перевел. Сатана. Сатана просто. Он весь в комментариях хейтеров. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это вот место здесь сядет даже шерф. Короче, там дна вообще нет. Там сидел вездеход. Там сидели все. Там сидели все. Поэтому здесь надо аккуратно сдержать. А вот вот так вот. Как диван? Подлебеживаться. Да здесь не надо лебеживаться. Заверите, что здесь проедешь. Самое главное, вот туда не дюхну. Что-то сегодня мои слова по поводу точки, и не этот. Сегодня, походу... Точка уже давно осталась, что-то зайди. Да еще даже не стемнело, да? А мы уже тут. Там вот Володя утонул. Короче, целиком колесо полностью утонуло. Ну, вот так там. Там уже вообще. Ничего себе! А как она там проехала? Все, не буксуй, Игорь, не надо. Она там вообще так проехала, ее хренее. Ну, да. Здесь уже мясо. Здесь мясо, да. Игорь, совсем решил взять левее. Ну, может быть. Нет, не может быть. Надо было по колее. Он уже не выйдет отсюда. Надо его выйти под... Нет, все. До свидос. Блин, вот ты охуенно замотал трос. Ну, сейчас вообще топ. Надо перчатки. Чего мы сейчас там делаем? Ну, я не знаю. Лебедить его, либо вытаскивать этот трос. Я подумаю. Ну, короче, жесть. Закрыли тут. Тут. На шишуга стоит. Тянет. Погиблое место. Я уже вон, смотри. Я вот, смотри, я вот, смотри, я смотри, я помнировал. Ой, нифига, слайд. Все-таки где-то тут есть план. Дно не пробито? Да, да, да. Может быть, на узких, высоких тракторах здесь прямо напилиться и перепилиться. Многое, наверное, правее взял. А? Наверное, слишком направо. Или тебя просто не слов? Совсем мясо. Там справа болото. Смотри, катаясь. Вот толку такого мало. Да не, надо его лебедить. Что-то как-то подозрительно, да? Вот точки в точку я ожидал. Одна как не наступает. Все. На грани, на грани. Да, это наша игра сегодня. Когда-то у этой машины было две раздатки. И вот такие вещи она делала намного легче. Я не знаю, зачем сняли вторую. Потому что, видите, да, как только он медленно, уверенно начинает крутить, он сразу едет. Горян на собственных плечах дотащит. Конечно. Я наиграл. Все, разматывай лебедку. У Шушиги одна тактика. Это газ в пол. Да, при этом колеса еле крутятся. Здесь, если даешь газ в пол, то это газ в пол. Шушиги способны раскрутить колеса только на одной передаче. Это первая пониженная. Раскрутить мотор. Колеса при этом не раскручиваются. Давай! Здесь беда. Вот этих колес, он до твердого не достает. Он просто мылит сверху. В два раза уже бы колеса были жесткие, и он бы проехал. Так, ну вот, конечно, узковатое тут место. Как здесь поедет Шушига, большой вопрос. Не-не-не-нет! Рисотка, вопрос! Стой, стой, стой! Сдай назад, пусть лучше задняя это делает. Давай еще левее чуть-чуть. Критилочка. Война, Шушиги, мы сейчас тут намучаемся. Ну-не, ну такое для него... Такое, да, уже. Несерьезное все. Надо Шушигу выручать. Вот дорога, да. Это вот наш план был на сегодня скромный. Точка возврата, невозврата найденная не было. Тут все возвращаемо. Возвращаемо? Да, надо будет сейчас вернется тем же путем. Без проблем. Там просто под землю куда-то ушел. Просто под землю. Да нет, все, она вот так вот, туда вот. Вот это глиномесство. Глиномесство, да нет. Жесть, какая-то. Минус-оператор. Ловушка, пожалуй. Вообще огонь. Давай, давай. Не-не-не, еще туда колеса, туда. Во-во-во, давай и обратно. Все, морда заехала. Жопа уже сама заедет. А ты этот, ювелир. Поиски точки G сегодня как-то не увенчались. Тех не нащупали свою внедорожную точку G. Как-то легкое неудовлетворение, да? Почему? В каком месте? У тебя удовлетворение было? Нормально нащупали, мне хватило. У тебя аж голова дымится. Да, тут все дымится. Вы видели, что творится? Я не знаю, слушайте, я уже начинаю сомневаться. Блицаруб, конечно, мочит, мочит. Ему нужен разгон. Колеса его на определенном виде грунтов не работают. Тут сейчас было видно. Мылят просто сверху. Ну, это колесо низкого давления, оно должно ехать сверху. Если не зацепиться, то не зацепиться. Но, Шишига, ты просто, не знаю, ты борешься. Кого-то тебе кто-то п***ит просто. Ты уворачиваешься как-то и удаешь до значимого ответа. Если получается, то она проезжает. Если нет, то тебя загасили. Да, как вы видите, на сушу мы выбрались к дороге. Но дороги как таковой нет. Но для нас, конечно, это дорога. Да, вот 200 метров до дороги и уже можно считать миссию законченной. Диман, покажи, как ты можешь. Две серии назад мы его грузили здесь. Он едва живой. А сейчас все демонстративно и наглядно. Пацаны сломали, пацаны сделали. Все красиво. Сейчас я сделаю все красиво. Раунд за Шишигой. Раунд за Шишигой. Как ты проезжаешь? Жесть. Нет, может, может. Моральная проходимость все-таки делает вещь. Надо признать. Но эстетика и свое право на жизнь имеет. Эстетика и хороший мотор и приятный звук. Так что каждый выбирает сам. Эта машина, если что, продается. Шишигу. Мы пока продавать не планируем. Все. Всем пиз. Готовимся к Порше Каену. Не факт, что следующей серии. Но мы надеемся. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok